подкаст лайфхакера полезно и интересно всем привет вы слушаете подкаст лайфхакера короткие лекции о продуктивности мотивации отношениях здоровье обо всем что делает вашу жизнь легче и проще меня зовут михаил вольных и сегодня я расскажу вам что такое метафорические карты и как они помогают справляться с трудностями разобраться в теме мне помогут практикующий психолог оксана коновалова психолог и психотерапевт мария эрель специалист по метафорическим ассоциативным картам светлана тропман а также маг эксперт мария ничаева что такое метафорические карты название у них романтическое и немного загадочное кажется будто они связаны с магией гаданием но нет метафорические ассоциативные карты маг это набор картинок которые используют для диагностики и проработки психологических проблем а также для обучения самопознания игр и творчества иногда их еще называют проективными о картами или картами ассоциаций первую колоду метафорических карт создал в 1975 году художника искусствовед или раман в 1983 году его колоду под названием o.h. cards увидел психотерапевт море цегет мэйер и решил использовать ее в работе с пациентами с тех пор маг стали одним из инструментов психологов а позже коучи и преподавателей творческих натур и всех тех кто хочет узнать себя получше изначально метафорические карты были изобретены как карманное искусство и не имели отношения к психологии и психотерапии это позволяет думать что действительно любое изображение при должной квалификации специалиста может использоваться в качестве маг для первой колоды которая теперь считается классической или раман использовал самые разные образы и ситуации пейзажи играющих детей пациента на приеме у врача грустного клоуна летящую в небе птицу позже художник создал еще несколько колод например персона которая состоит из портретов или мифос и сага в которых отражены мифические и сказочные сюжеты сейчас помимо классических существует множество наборов маг разных авторов у каждой колоды своя стилистика и свой набор изображений но в целом в качестве метафорических карт можно применять практически любые иллюстрации и фотографии главное требование к маг они должны подстегивать воображение давать повод для размышлений запускать каскад ассоциаций ну и конечно образы на картах не должны быть страшными отталкивающими порнографическими или способными травмировать человека психологи часто отдают предпочтение именно абстрактным изображением они достаточно универсальны и позволяют не привязываться к конкретным образом все что видит человек в этом мире способна вызывать у него ассоциации рассказывает психолог оксана коновалова однако абстрактные художественные изображения могут давать больший простор для работы именно через метафоры собственно клякс и роршаха тоже являются проективной методикой хотя полноценными изображениями их назвать сложно акцент как и при работе с маг делается на то что клиент домыслит недостающие части и элементы целостной картины в своем сознании какими бывают метафорические карты существует несколько классификаций маг например в зависимости от того что на них изображено они делятся на рисуночные абстрактные и фотокарты есть универсальные колоды для решения широкого круга вопросов и узкоспециализированные например для работы с детьми эмоциями личными границами постановкой цели и так далее исходя из ситуации запроса клиента специалист выбирает те карты которые будут наиболее подходящими и позволят максимально эффективно раскрыться подсознанию по цели использования маг бывают такими универсальными это колоды с большим набором самых разных образов и сценок которые подходят для проработки почти любой ситуации персонифицированные на них так или иначе изображены лицо или фигура человека а также животные психолог оксана коновалова отмечает что такие карты помогают исследовать эмоции настроение реакции характер человека клиент может говорить о себе и заниматься самопознанием а может описывать других людей следуя свое к ним отношение ресурсные это любые позитивные сценки пейзажи и абстракции которые призваны вдохновить человека подарить ему силы и радость такие карты дают возможность сформулировать новое решение по-другому посмотреть на себя обрести внутреннюю опору и найти внешний ресурс по словам оксана коновалова эти колоды помогают ответить на вопросы что я могу использовать кому я могу обратиться в текущей ситуации специальные например наборы с изображениями детей соответственно для взаимодействия с клиентом ребенком или с картинками на которых нарисованы пары для семейного консультирования как психологи используют метафорические карты мак относится к проективным психологическим методикам в основе работы с этим инструментом лежит такой защитный механизм психики как проекции чтобы понять что такое проекции психолог оксана коновалова предлагает обратиться к образу кинопроектора пока пленка находится у него внутри узнать содержание а какое у вас тут кино практически невозможно точно так же и человек не может разглядеть свое подсознание однако благодаря устройству проектора то что находится на пленке проецируется на белый экран и мы теперь можем видеть его крупно детально даже в динамике метафорические карты это образы фильма на стене изучая их мы можем понять что было на пленке человек проецирует во внешний мир и видит в других людях ситуациях предметах то что не может или не хочет видеть и принимать в себе таким образом понимая как он описывает например свое окружение можно делать выводы о том каково содержание его сознание и подсознание специалисты используют мак чтобы разговорить клиента помочь ему сформулировать свой запрос выразить переживания и через образы проработать беспокоящие его ситуации метафорические карты позволяют человеку через разговор со своим подсознанием понять и устранить причины тех жизненных ситуаций которые его беспокоят поясняет арт-терапевт светлана тропман мак помогают заглянуть внутрь себя быстро обнаружить и изменить установки которые мешают наладить отношения в семье встретить достойного партнера решить финансовые проблемы найти призвание и просто стать счастливым никаких жестких правил как именно использовать мак нет поэтому специалист может например попросить клиента вытянуть карту и просто рассказать что он видит какие ассоциации у него возникают у изображений нет единой универсальной трактовки каждый по сути видит в них себя свою боль свои острые ситуации и яркие переживания а значит и психотерапевт в рассуждениях о картинке читает самого человека способы работы с мак не универсальны практически каждый специалист может работать с ними по-своему в авторском подходе кто-то предпочитает расклады работу с определенным количеством карт которые раскладываются в определенном порядке кто-то работает спонтанно интуитивно идет за ходом рассуждения клиента привлекая наиболее подходящие колоды и схемы мак можно использовать не только в индивидуальной работе но и в групповой психотерапии во время различных тренингов и тимбилдингов на коуч-сессиях кроме того карты прекрасно работают и онлайн основатели метода считают что человек должен сам вытаскивать карту а значит при онлайн работе одна колода должна быть у психолога а другая такая же у клиента однако практика показывает что можно работать иначе например карту может вытаскивать специалист карты могут быть предварительно отсканированы или сфотографированы и предложены для выбора клиенту наконец существуют программы которые позволяют клиенту вытягивать карту онлайн кому еще могут пригодиться метафорические карты работа с проекциями и ассоциациями может помочь не только психологам и их клиентам маг принесут пользу и в других ситуациях творческим людям карточки могут помочь придумать историю найти интересный образ для работы над творческим проектом просто расшевелить воображение аналоги метафорических карт используют и известные творческие личности например писатель филипп пулман автор книжной серии темные начала говорил что найти вдохновение ему помогает колода майри о рама нечто среднее между ассоциативными картами и игрой из карточек этой колоды можно составлять разные пейзажи и сценки любителям настольных игр что-то похожее на мак лежит в основе многих настолок например известной и в некотором роде культовой игры иммажинариум со всеми ее дополнениями она построена на том что один участник должен рассказать об ассоциациях которые у него вызывает картинка а остальные угадать какую именно карточку он имел в виду также существуют игры в формате стори теллинга например в некотором царстве и однажды в сказке которые предлагают рассказать историю с помощью изображений персонажей места событий картинки в таких играх это тоже по сути метафорические карты всем кто хочет узнать себя получше у психологов нет единого мнения о том стоит ли человеку самостоятельно работать с метафорическими картами или он может столкнуться со слишком сильными эмоциями и не суметь их правильно прожить без поддержки специалиста метафорические карты можно использовать и самостоятельно наедине с собой но с одним условием только после того как вы уже получили опыт такой практики у психолога и тем не менее маг часто используется именно для самостоятельной работы человек медитирует концентрируя внимание на образах и делает упражнения в которых нужно так или иначе пофантазировать о нарисованных сценах и ситуациях таким образом он может лучше понять себя свои переживания мотивы своих последствий поступков кому не стоит использовать метафорические карты психологи считают что в целом это достаточно мягкий и безопасный инструмент у которого нет противопоказаний и все же в некоторых обстоятельствах с ним стоит быть осторожными метафорические карты один из самых безопасных и экологичных инструментов психологии они позволяют работать с психикой бережно и мягко поэтому подходят даже для подростков и детей от 6 лет человек при взаимодействии с маг чувствует себя спокойно расслаблено так как не нужно затрачивать усилия и ресурсы думая над тем как лучше описать те или иные события своей жизни с осторожностью карты применяют при лечении людей с психическими заболеваниями и отклонениями так как маг способны поднять старые эмоциональные травмы послужившие толчком к возникновению болезни также специалисты внимательно относятся к выбору колоды и к особенностям личности клиента противопоказаний в работе с метафорическими картами в общем то нет есть отдельные темы и колоды которые предполагают участие высококвалифицированного специалиста например колода лидия джекобс тори не подойдет новичку или для самостоятельной работы с картами эта колода нередко вызывает сопротивление у клиентов поднимает очень глубокие темы связанные с травмами страхами чтобы работать с маг на этом уровне нужна подготовка и опыт колода коуп ориентирована на проработку травмирующих событий поэтому работа с ней также может сопровождаться определенными трудностями противопоказания может быть связано с особенностями клиента у некоторых людей не развито образное ассоциативное мышление если к этому добавить нежелание работать то такой клиент выдаст заявление о том что он ничего не видит и ничего эта картинка у него не вызывает и конечно стоит всегда держать в голове что маг как и любой другой инструмент самопознания не универсальная таблетка способная вылечить любую проблему если вам очень плохо или вы в трудные ситуации с которой не можете выбраться сами лучше сразу обратиться за помощью к специалисту как работать с метафорическими картами самостоятельно выберите подходящие картинки можно остановиться на классических колодах элли раммана оэйдж карт с персона персонита митос сага и других или выбрать любую из современных колод которая вас вдохновляет и кажется вам интересной купить их можно в книжных магазинах и на сайтах посвященных маг также вы можете вытащить карту онлайн или самостоятельно собрать необычные изображения в хранилищах картинок сочините историю разложите перед собой несколько картинок и попробуйте пофантазировать что на них происходит кто главный герой в чем его проблема и как он пытается ее решить куда он отправится в конце получится небольшая история или сказка которую при желании можно даже записать веселее играть в такую игру в компании хотя бы из двух трех человек но можно делать это и самостоятельно выбирайте из двух вариантов метафорические карты могут помочь с трудным выбором представим что человек оказался перед дилеммой в таком случае можно не глядя вытащить из колоды две карты затем спросить себя что будет если я отвечу да взять одну из двух карт и постараться ее интерпретировать затем задать вопрос как будут развиваться события что я получу если отвечу нет и рассмотреть вторую карту ищите ответы это упражнение поможет разобраться с проблемой которая вас беспокоит сформулируйте запрос или вспомните трудную ситуацию из которой хотелось бы достойно выйти советует маг эксперт мария ничаева достаньте карту из универсальной колоды переверните чтобы увидеть что на ней изображено и спросите себя в чем основная трудность при решении моего вопроса рассматривайте все детали на картинке расскажите кто на ней изображены что происходит подсознание выдаст ассоциативные ряды вы сможете ответить на вопрос потом достаньте еще одну карту и задайте себе другой что мне поможет решить мою проблему наконец возьмите третью карту для поиска ресурса и спросите себя в чем я смогу найти ресурс для достижения цели психолог светлана тропман обращает внимание что очень важно сформулировать запрос правильно так чтобы на него можно было получить ответ который зависит от ваших действий и учитывает вашу ответственность например когда я выйду замуж это не запрос а гадание поскольку в такой формулировке нет вас вашей фигуры и вашего вклада в желаемый результат совсем другое дело если вы задаете вопрос что я могу сделать чтобы выйти замуж здесь уже вы работаете с собой и своими внутренними установками которые или мешают вам или помогают следуйте инструкциям к большинству колод метафорических карт прилагаются брошюрки в которых есть интересные упражнения на проработку трудных ситуаций поиск ответов развития творческого потенциала часто такие инструкции делают сами авторы колод психологи коучи психотерапевты поэтому там можно найти хорошие способы самоанализа наводящие вопросы и другие полезные приемы спасибо аси плошкиной за этот текст не забывайте подписываться на подкаст лайфхакера на всех платформах ставить ему лайки и звездочки заходите к нам в чат в телеграм он так и называется подкасты лайфхакера а я с вами прощаюсь пока подкаст лайфхакера полезно и интересно субтитры создавал DimaTorzok а Продолжение следует...